МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости. Информационную картину дня вам представят корреспонденты телеканала 1-й Карагандинский и Ягуль Нуржакен. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. Реконструкция участка автодороги Анар-Тимиртау осуществляется в установленные сроки. Первый заместитель Акима области ознакомился с ходом ремонтных работ. Дипломы и благодарственные письма лучшим учителям Караганды. Глава города провел прием по случаю предстоящего профессионального праздника Дня учителя. Веломарафон из Алматы в Астану организовала инициативная группа незрячих и слабовидящих. Безопасность участников в Карагандинской области обеспечивает местная полицейская служба. Реконструкция участка автодороги Анар-Тимиртау осуществляется в установленные сроки. 29 сентября первый заместитель Акима области Асалбек Дюсибаев ознакомился с ходом работы реконструкции участка автодороги Анар-Тимиртау. В настоящее время на территории Карагандинской области реализуется один из самых масштабных инфраструктурных проектов независимого Казахстана – реконструкция транспортного коридора «Центр-Юг». Следует отметить, что половина из общей протяженности проекта проходит по территории Карагандинской области. Работа на данном проекте стартовала в 2013 году с реконструкцией участка Анар-Тимиртау, условно разделенного на четыре части, по которым в конце текущего года будет обеспечен проезд транспортного потока. Идет обустройство дороги, идет установка барьерного ограждения по всей протяженности, идет установка дорожных знаков, обустройство полностью идет. Одним словом, по территории Карагандинской области протяженности 93 километра, в ноябре месяце движение будет полностью открыто. Сомнений в этом нет. При этом участок Анара-Сакаровка уже введен в эксплуатацию. А по словам директора Карагандинского областного филиала АО «НК Казавтожол» Каната-Шаймина, в первой декаде октября также будет открыт участок обход поселка Сакаровка. И в середине ноября текущего года полностью будет обеспечен проезд по четырехполосному участку магистрали Анар-Тимиртау. Асиль Сазымбаева, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В региональном центре коммуникации вновь обсудили реформы плана нации «Сто конкретных шагов». В этот раз на вопросы журналистов отвечал Аким города Жизказган. В ходе брифинга журналисты получили исчерпывающие ответы на все вопросы. Аким города Жизказган Батерлан Ахметов рассказал журналистам о своем городе и о крупных местных предприятиях. Говорил об осуществлении работы по реализации пяти институциональных реформ. Также градоначальник Жизказгана отметил, что в рамках реализации комплексного плана социально-экономического развития ведутся интенсивные меры. Суть второго направления обеспечения рекомендации закона заключается в том, чтобы независимые право судей и вся право документная система были нацелены исключительно на обеспечение права своего граждан. Строгое исполнение закона и укрепление правопорядка. В плане ее законодательного обеспечения приняты нового гражданских процессуального кодекса и нового закона в высшем судебном совете. Если ныне оформлено изменение конституционного закона на судебной системе и статус судей, уголовно-процессуальный конст и конституционного административного промышления. После выступления глава города Жасказган ответил на вопросы журналистов. С учетом того, что заработная плата по службе поднялась, была выключена единовременная премия в корпорации в Казахстанске и подняли заработную плату. На сегодняшний день мы до конца года увеличим свой доход на 400 и 100 рублей. И, соответственно, у нас были проблемы не до конца были заложены деньги по заработной плате, по малому суду. Как раз эти деньги мы закрываем все свои нужды. И, соответственно, год мы будем с положительным эффектом. Стоит также отметить, что в рамках реализации комплексного плана социально-экономического развития городов Жасказган, Садпаев и Улытаусского района до 2020 года проведен комплекс работ и технических мероприятий по реконструкции и модернизации Жасказганской теплоэлектроцентрали. Андрей Тен, Лариса Хусейнова, Исламбеку, СПАН, Первый, Карагандинский. В преддверии профессионального праздника работников образования в зале гостиничного комплекса «Чайка» состоялся торжественный прием Акима Караганды Нурлана Аубакирова. Городоначальник поздравил педагогов с Днем Учителя, наградил дипломами и благодарственными письмами отличившихся сотрудников. Екатерина Ганина – выпускница средней образовательной школы номер 30. Екатерина выучилась на психолога и вновь вернулась в родные стены школы, но уже в качестве учителя. Педагоги этой школы развивают творческих и одаренных учащихся. В течение пяти лет работы Екатерина занимается проектной деятельностью. Вместе с детьми пишут научные работы по психологии. Хочу поздравить от себя и от лица своей школы всех наших коллег с этим замечательным праздником Днем Учителя пожелать благополучия каждой семье, здоровья каждому педагогу, креативных и творческих учеников. В настоящее время в карагандинских школах трудятся более 7 тысяч педагогов. Ежегодно в школы города прибывает более 100 молодых специалистов. Приглашенных работников в сфере образования поздравил Аким Караганды Нурлана Убакиров. Градоначальник наградил нескольких участников, вручил дипломы, грамоты, цветы и подарки учителям и ветеранам педагогического труда. От имени педагогов с поздравлениями в адрес своих коллег выступили молодые специалисты, работающие в школах города. С музыкальными поздравлениями выступали фольклорные ансамбли, учащиеся начальных классов гимназии номер 93, солисты детской музыкальной школы и вокальной студии Дворца детей и юношества. Ребята, мы очень-очень дружный класс. Пришли мы все сейчас нарядные, чтобы одушить поздравить вас. Труд учителя по праву считается самым благородным, созидательным и творческим. С юных лет учителя нас ведут в мир знаний, формируют личность человека, отдают опыт и душевную теплоту своим воспитанникам. Лариса Хусейнова, Олжас Габасов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Карагандинской области выявлено более 400 гектаров земли, используемой не по назначению или с нарушениями земельного законодательства. Сегодня члены комиссии государственного контроля за использованием и охраной земель провели семинар-совещание по итогам 9 месяцев. Чиновники рассказали, каких нарушений больше и в каких районах. Подробности далее. Земельная комиссия из числа чиновников, прокуроров, членов партии Нур-Отан разобрали наиболее проблемные вопросы по работе государственного контроля за использованием и охраной земель. Согласно данным специалистов, за 9 месяцев текущего года в надзорное управление поступило более 800 обращений о правонарушениях в сфере земельного кодекса. В Управлении по контролю за использованием и охраной земель Горганинской области поступило 826 обращений от физических и юридических лиц, также государственных органов. На сегодня проведены проверочные мероприятия 394. По ним в ходе проверки принято выявлено 328 нарушений земельного законодательства. Больше всего нарушений земельного законодательства выявлено в Караганде, грешат в основном предприниматели. Они увеличивают свою территорию, занимаясь самозахватом земель, то есть незаконно расширяют границы своих владений. Кроме того, многие владельцы сельхозземель оштрафованы за неиспользование своих полей. Зачастую земля просто зарастает травой, и не приносит никакой пользы. В области более 400 гектаров земель используются нерационально. Многие землепользователи скрываются, когда акт назначения ознакомливаются. То есть, на примере, вот в Астакарском районе в текущем году крестьянское хозяйство Асмурад земель была назначена внепланная проверка на основании акта назначения проверки. Данный акт направлен был по почте с уведомлением о получении внутреннего почтного отправления субъекта проверки по месту регистрации согласно адресной справки. Однако, с короткими сроками проведения проверки, в связи с тем, что подтверждение о доставлении отсутствовало, указана проверка снята с контроля. По словам чиновников, самый лучший способ воздействия на нерадивых владельцев земель – это штрафы. Более ста владельцев уже оштрафованы. Еще ряд из них получили частные предписания. В случае, если они будут игнорировать земельный кодекс, им грозят судебные разбирательства. Это встречаются с фактом фиктивных регистраций юридических лиц. Также в Асакарском районе ТОАРАИМАРЖАНКОЛЬАГРА направлены в почту уведомления о предстоящей непланной проверке по адресу регистрации. Однако, уведомление не было доставлено в связи с отсутствием субъекта. По данному факту было направлено письмо на имя руководителя отдела земельных отношений для принятия мер в пределах компетенции. Также с владельцами бесхозных и неухоженных земель нужно проводить беседы, поясняют специалисты. Им нужно объяснять, что неиспользование земли влечет повышение базовых ставок земельного налога. Айям Амрина, Улжас Габасов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. 50-летний юбилей отметила воинская часть 54-51 Национальной гвардии Республики Казахстан. На сегодняшний день основной служебно-боевой задачей перед частью является охрана общественного порядка и безопасности граждан путем несения патрульно-постовой службы в городе Караганда. На торжественные мероприятия были приглашены руководители силовых структур региона, ветераны, а также солдаты-срочники и члены семей военнослужащих части. Воинская часть была образована 30 сентября 1966 года. За 50 лет воинский коллектив приобрел славные традиции и историю. За все годы службы часть при выполнении служебно-боевых задач в различных регионах страны каждый выполнил свой долг на отлично. Кто проходил воинскую службу в части от солдата до старших офицеров тепло и горячо вспоминает ту пору и то время. Подвиг совершил ефрейтор Северакша с сержантом Сареевым в 1980 году в августе месяце. Обезвредили преступника, вооруженного гранатой Ф-1, реально угрожавшей жизни и здоровью многим-многим людям в областном центре города Караганде. Умелыми действиями войскового наряда преступные действия были предотвращены, преступник был задержан. Ежедневно на улице города для поддержания правопорядка заступают на боевую службу по охране общественной безопасности более 300 военнослужащих части. Благодаря бдительности, мужеству воинов были обезврежены и задержаны опасные преступники и пресечены хулиганские действия. Ринат Умаров служит 21 год. В части занимает должность командира чуть больше года. К своей работе относится добросовестно. Наша воинская часть входит в единую систему национальной гвардии Министерства внутренних дел Республики Казахстан и выполняет задачи по охране общественной порядки и безопасности граждан города Караганды. Это основная ее задача. Также задача воинская часть 54-51 предназначена для решения ликвидации кризисной ситуации как социального характера, так и природного, техногенного характера на территории области, а также для участия в контртеррористических операциях, проводимых на территории области. Для меня отмечать 50-летие юбилея части это в первую очередь огромная ответственность, потому что тот боевой путь, который был пройден воинской частью до меня, возлагает на меня огромную ответственность, чтобы в период моего командования, командование воинской части непосредственно многих офицерам, чтобы эта часть только добивалась еще лучших успехов и ни в коем случае не подводила не подвести своих предшественников. После торжественной части состоялась церемония награждения. Ценные подарки, грамоты и нагрудные знаки получили отличившиеся мужеством, стойкостью и отвагой военнослужащие и ветераны. А концертная программа художественной самодеятельности оставила множество ярких выступлений. А сердце Замбаева Исламбекос Пан Андрей Тимофеев Первый Карагандинский. И еще об одном. В Караганде побывали участники уникального велопробега. Инициативная группа незрячих и слабовидящих организовала веломарафон по маршруту Алматы-Астана. Акция приурочена тысячелетнему юбилею Южной столицы. Участники велопробега движутся в тандеме. Впереди находится зрячий пилот. Позади него незрячий или слабовидящий. Оба крутят педали на управление у пилота. Своим велопробегом велосипедисты хотят показать, что возможности человека не ограничены, независимо от его физических данных. Мы проехали уже тысячу километров до города Караганды. И мы приветствуем город Караганду. Всем велосипедистам хочется пожелать соблюдать правила дорожного движения. Всем хорошего здоровья, настроения. И от нашего велопробега всем физкульт-билет! Участники велопробега не случайно затронули тему соблюдения правил дорожного движения. Согласно статистике, за 8 месяцев года в Карагандинской области зарегистрировано 13 дорожно-транспортных происшествий с участием велосипедистов. Два человека погибли, 11 получили травмы. Партнеры велопробега местная полицейская служба. Ее сотрудники на протяжении всей территории Карагандинской области сопровождают участников акции, обеспечивая их безопасность. Сотрудниками местной полицейской службы ДВД Карагандинской области на протяжении всего участка от границы Джамбульской области до города Караганды было обеспечено сопровождение для безопасности участников дорожного движения. Где были остановки с ночлегом также была обеспечена охрана общественного порядка. Протяженность маршрута более 1200 километров. Это расстояние участники намерены преодолеть за 10 дней. При въезде в Караганду за спиной осталась основная часть тысяча километров. Впереди заключительный этап город Астана. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. О новостях на сегодня все. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Приятных вам выходных. Хамансова волонстаж. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова